Привет! В этом видео я расскажу, как сделать свою собственную модель в Little Company. Но перед этим тебе потребуется несколько программ, которые ты видишь на экране. Первое, что мы сделаем, это подготовим иглу для модов. Заходим на сайт ThunderStore, выбираем категорию Little Company и скачиваем DeepInXPack. Далее, заходим в папку с игрой. И кидаем содержимое вот этой папки в корневую папку игры. Все. Если при запуске игра выдаёт вот такую командную строку, значит плагин стал нормальным. Следующее, что необходимо поставить, это Model Replacement API. Ссылку я оставлю в описании. Это мы переносим в папку с игрой BPNX и Plugins. Здесь после запуска игры должна создаться такая папка. Сюда перекидываем в библиотеку. Все, мы её установили. Последнее, что нам нужно, это мод More Suits. Также скачиваем его. И перекидываем содержимое в папку Plugins в папку Plugins. После захода в игру мы обнаружим новые костюмы. Это значит, что все моды установлены правильно. Теперь можно приступить к созданию своей модели. На странице Model Replacement API есть ссылка на GitHub. Вот сюда переходим. Есть ссылка на проект Unity. Скачиваем его. И распаковываем его. Для примера я скачал со Sketchfaba вот такую ригнутую модель. Открываем Unity Hub. Нажимаем на стрелочку вниз от Project From Disk. И выбираем наш SDK, который мы до этого скачивали. От Project. И запускаем его. После того, как проект открылся, нас встречает вот такое окно. Это можно закрыть. Вот здесь в папке Assets создаем новую папку. Назовем ее... Ну, так как мы хотим назвать модель. Неважно. Перекидываем сюда... Собственно, саму нашу модель. Которую я скачал. И текстуру к ней. Далее. Нажимаем на нашу модель. Вот здесь вкладочка Rig. Выбираем здесь Animation Type Humanoid. Avatar Definition Create From This Model. Нажимаем Configure. И... Done. Далее перебрасываем эту модель на сцену. И кидаем на нее текстуры. Так, теперь нам нужно кликнуть вот сюда, правая кнопка мыши. Create. Modular Replysmite SDK. Create Project. Дадим ему название. Вот здесь ставим галочку. Здесь можем просто продублировать название. Это не важно. Mod Description — это просто описание. Если вы будете грузить куда-то эту модель. На тот же ThunderStore, например. Ну и так же. Все, готово. Теперь кликаем на нашу модель. И нажимаем Modular Replysmite SDK Setup Model. Вот она у нас так встала, но очень криво. Поэтому мы нажимаем Renishalize несколько раз. Вот теперь она встала ровно. Далее нам нужно вот этот вот проект, который мы скинули, ну, создали. Перекинуть вот сюда. Вот. После чего мы вот здесь вот можем настроить то, как лежит у нас предмет в руке. Вот здесь. Для этого нужно потянуть за буквы XYZ. И так вот она у нас будет под себя настроить под модель. Но она более-менее ровно лежит. Я вставлю так. Теперь нам нужно нажать вот сюда. Build Project. Он нас спросит, куда это все девать. Давайте создадим отдельную папку. И второй раз тоже сюда. Он у нас все это сгенерирует. Должна получиться вот такая вот картина. Все, Unity можно закрыть. Теперь нам нужно зайти в папку Lethal Company. И вот это вот то, что мы скидывали, нужно скопировать в папку с проектом. Далее заходим в plugins.ks. Открываем стволочек блокнота. Ищем вот эту строчку. Вот здесь слово item в кавычках изменяем на название нашей модели. Которое мы давали в Unity. Сохраняем. И закрываем. Вот этот файл открываем с помощью Microsoft Visual. И нажимаем здесь пересобрать. Вот он у нас собрал библиотеку. Она находится в папке Build. И ее мы должны скинуть в папку plugins, которая в игре. В папке с игрой. Далее заходим в MorseUse Advanced. Копируем вот этот файл. И называем его так же. Откроем этот файл с помощью блокнота. И здесь сотрем все вот это. И вставим только вот так. Сохраняем. Закрываем. Также копируем текстуру самого сьюта и даем ей название нашей модели. После чего мы можем зайти в игру и убедиться, что наш сьют на месте. Давайте наденем. И посмотрим, как он выглядит. Как видите, все работает. Надеюсь, этот гайд был вам полезен и у вас все получилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!